Впервые о том, как правильно делать имя в мире, задумались в начале 20 века. До этого все было незамысловато. Компании нарекались в честь их основателей. Усилившаяся конкуренция заставила гораздо серьезнее подойти к вопросу названия. Десятки тысяч долларов. Такие суммы сегодня готовы платить за удачное имя. Именно нейминг отвечает за первое впечатление. И если появится 35-й салон красоты, названный женским именем, то это Валерия затеряется в толпе Мариана, Афина, Фродит и так далее. Важно учитывать, как воспринимают наши слова иностранцы, если продукт выходит на зарубежный рынок. Например, такой хрестоматийный пример. Chevrolet Nova не продается в Испании. Почему? Потому что Nova по-испански означает «не ездит». А кто купит машину, которая не ездит? Работа неймеров, хоть и творческой, но строится по определенной технологии. Первый этап – составление брифа. Заказчик отвечает на ряд вопросов относительно своей фирмы. Дальше – исследование рынка. Какие названия будут уместны в этом сегменте? В результате мозгового штурма рождается огромное количество названий, которые потом фильтруются по разным категориям. Остается 15-20 вариантов, из них и выбирает заказчик. Он должен быть, в первую очередь, благозвучным, кратким. За счет этого он запоминается. Он должен быть визуально-эстетичным, потому что он будет размещен на упаковке, на вывеске. То есть он может быть красивым на слух, но не очень красивым в написании. Иногда это тоже бывает важно. Он должен отвечать позиционированию бренда, рассказывать об его преимуществах. Например, печенье Пани Хани. Мы сразу понимаем, что это медовое печенье с женским характером. Вот что-то такое. Он должен соответствовать тону коммуникации бренда. А сейчас проведем небольшой эксперимент, который покажет нам, как работает нейминг. У нас есть три товара – зубная паста, сок и шоколад. Для каждого из них мы придумали по два названия. Одно – обычное, говорящее само за себя, а второе – с изюминкой. Посмотрим, какое имя предпочтут Беларусь. Зубрик. Почему? Почему? Но интереснее, веселее. Это детская зубная паста, скучно как-то. Детская, возможно, я бы и выбрала зубрик, потому что сейчас у нас активно в многих компаниях выбирают это как символ. И он у нас такой знаменитый товарищ, который очень даже может приглянуться деткам. Я бы взял фруктовый сок, так как его рекламы очень много. Фруктовый сок. Соковито. Шоколадки, шоколадки. Шоколадушки, ты чего? Это шаладушки, так оригинально. Нет, шоколадка. Шоколадки. Шоколадка. Шоколадки. 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 Наш эксперимент показал, что не всегда покупатель хочет увидеть какое-то необычное имя у товара. А значит, задача у неймеров действительно непростая – быть понятным и оригинальным одновременно. Марина Ворончук, Виталий Мотин. Наше утро. Субтитры создал DimaTorzok